Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу поговорить с вами о работе с кистями, которые созданы вами, и как дальше с ними работать. Вот, например, мы создали рапорты, создали кисточки, и как мне их применять, как их делать? Самый простой способ сохранить данные кисти, это сохранить имеющийся этот файл. Файл сохранить как? Сохраняете куда нужно. Кисти декоративные. Только запомните куда. Сохранить, и если вы потом планируете этот файл открывать, например, на других компьютерах, где стоит неизвестная вам версия программы. Я беру такой пример, что вы, например, создали у себя дома, у вас там последняя версия по подписке, там всего сейчас 21, там в следующем году будет 22, а на рабочем компьютере стоит лицензионное обеспечение, ну очень старое, например, CS6. И ваша новая версия там просто не откроется. Поэтому вот такие файлы, которые вы закладываете с потенциальным открытием куда бы то ни было, закладываете в предыдущую версию. Вот здесь есть понижение. Окей, окей. И тогда она у вас будет корректно открываться на любой версии компьютера, которая будет старше сохраненной. Я сейчас сохранила на CS2, одна из самых старых версий. Все будет хорошо. Когда мне в следующий раз понадобится куда-то что-то сделать, я открываю этот файл, создаю новый документ. Возможно, у меня там какой-то эскиз уже нарисованный. Выбираю кисточку, которая мне нужна, копирую. Притом не рапорт выбираю, а именно то, к чему применена эта кисть. Смотрите, здесь в кистях у меня еще ничего нет, у меня чистота. Я копирую сюда эти объекты, и вот они у меня в кистях появились. И теперь я могу в этом документе применить мою кисточку. Ну, я просто эскиз не нарисовала, да? И она у меня здесь будет находиться так, как мне нужно. Это самый банальный, наверное, не самый профессиональный, но самый часто срабатывающий способ. Вы можете создать свою библиотеку кистей. То есть, когда у вас есть кисточки, вот здесь мы с вами уходим в библиотеку, сохранить кисти, сделать файлы кистей, да, в свои там... Ну, давайте попробуем. Вот, кисти декоративные. Сейчас библиотека, да? И уже как бы вот оно у вас создалось. И теперь, когда вы будете открывать здесь, другая библиотека, определяемая пользователем, то она у вас будет ее здесь открывать. Почему я не очень люблю этот способ? Во-первых, если оно у вас лежит на компьютере, соответственно, пересерк на другой компьютер, у вас уже доступа к этому файлу не будет. Они всегда некорректно открываются. Если вы передаете файл с какими-то кистями, то нужно эту библиотеку туда тянуть. Пользователь может быть не очень опытным, не разобраться. Ну, в общем-то, много нов может быть. Поэтому вот передача через файл будет намного проще. А если вы работаете так же, как и я, на версии, которая подключена к облачным технологиям, то вы можете сразу закинуть это в облако. Я в облако не кидаю по одной простой причине. Потому что часто я работаю за городом, вместо интернета бывает, ну, просто ой. И если я, например, села работать, а интернета нет, то облако, я говорю, до свидания, и остаюсь без всех своих файлов. Поэтому у меня все лежит на жестком диске. Жесткий диск я вытащила, пересела на другой компьютер или еще что-то. В общем-то, несмотря на то, что я могу этим использоваться, в силу хреноватого интернета, я этого не делаю. Можете это делать, это намного удобнее, тогда, когда вы садитесь за другой компьютер, включаетесь под своим логином и, в общем-то, валком. Это удобно, например, если вы работаете на компьютере, на iPad. У вас файлы будут все введены в библиотеке. Еще такой момент. Если вы нарисовали вот эту всю красоту, отправляете кому-то и не хотите, чтобы вас эти кисти, ну, позаимствовали, использовали ваши кисти, хотите передать картинку, а кистьям делиться не хотите. Такое бывает, особенно, когда вы выкладываете изображение на стоке. А почему, собственно, мою авторскую разработку я вам должна отдавать? Картинку отдам, а разработку не отдам. Тогда вы берете кисти, объект, разобрать оформление. И теперь у меня вот это не кисть, а набор векторных элементов. И, конечно же, опытный пользователь оттуда сможет выдернуть кисточку при большом желании, а неопытный уже не разберется, что с этим делать. И это просто вот векторные элементы, с которыми вы можете работать. Еще один момент, который мне задавали по кистям. Вот, например, у вас цветная кисть. Как поменять цвет? Самое простое через перекрасить графический объект. Сейчас вот выглядит вот так. А в более старых версиях выглядит вот так. Можете работать как вам удобнее. Мне больше современный формат нравится. И вот здесь уже дергая за ползуночек, вы получаете кисть другого размера. При этом, видите, она там держится, сохраняет вам баланс. Можете ее подергать и так далее. Когда понравилось, говорите Enter. Говорите ОК. Пожалуйста, у вас создалась новая кисть с новым цветом. Можно просто взять рапорт, перекрасить руками рапорт, а потом перетащить. Ну вот, можно перекрашивать рапорт через, соответственно, перекрасить графический объект. Можно сразу выбрать кисть и перекрасить графический объект. Вот такие удобные свойства вам Adobe Illustrator предоставляет, поэтому здесь нет никаких особых требований. То, что я хотела дополнить по кистям, потому что были вопросы у студентов. Это студенческий файл, да? Именно, прошу прощения, использовал ваш файл, но я думаю, что для ознакомления нормально. Если появились дополнительные вопросы, пожалуйста, мне напишите, я с радостью на них отвечу. Отвечу. Ну, на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.